Ясентуки. Казачий кордон, ставший легендой. Первые поселения, найденные археологами близ современных ясентуков, принадлежали Золотой Орде. По легенде, в одном из погребальных мавзолеев даже был похоронен племянник самого Чингисхана. Однако позже местность была населена крайне слабо. Ко времени освоения этой территории Российской империи каких-либо поселений в районе ясентуков не было, но кажущееся запустение отнюдь не было безопасным. Начало ясентукам положили бойцы Кавказской линии. Существуют две версии появления постоянного поселения, которое позже вырастет в ясентуке. Так, по одной версии в 1798 году, когда пограничная линия, разделяющая земли Российской империи и земли горцев, сдвинулась южнее Константиногорской крепости, находилась в районе современного Пятигорска, на правом берегу реки Большой ясентучок, по другим данным, на левом берегу Большого ясентучка, притока реки Подкумок, был возведен редут. Его назвали ясентукским. Но история редута была крайне короткой, так как Он вскоре, в связи с продвижением Кавказской линии на юг, в район будущего Кисловодска, потерял свое предыдущее военное значение. По другой версии, редута в принципе никогда не было, так как в данном формате это оборонительное сооружение не могло решить никаких военных задач в этом районе. А вместо редута был возведен типичный кордонный пост с крепостным валом и рвом, собственной артиллерией и сторожевыми вышками. И если первая версия подвергается сомнению, то со второй согласны даже апологеты существования ясентукского редута. Данный пост имел своей задачей контролировать свой участок дороги от, как тогда их именовали, горячих до кислых вод. Жизнь ясентукского поста текла так же, как жизнь прочих кордонов Кавказской линии. Даже указ императора Александра Ай от 24 апреля 1803 года, утвердившего положение о кавказских минеральных водах, которое и было началом курортного района, жизни ясентукского поста не изменил. Переломным стал 1811 год, по другим данным 1810. В том году казаки поста заметили, как к их кордону подъехал отряд всадников. Нет, никакого оживления это не вызвало, так как Во главе конной группы был офицер русской императорской армии князь Измаил Бея Тажуков, проходящий службу на Кавказской укрепленной линии. Но интерес вызвал мужчина, одетый в гражданское платье. Этим человеком был московский врач и исследователь Федор Фридрих Гаас, открывший в то же время железноводские источники. Бувет Гааса Пономаревского источника. Именно этот загадочный гражданский примется тщательно расспрашивать каждого бойца ясентукского гарнизона, Ведь кому как не им, кто выведал все подходы к посту, все балки и ущелья, знать эту землю. Во время этого расспросы один из казаков и поведал Федору Гаасу, что во время фуражировки заметил, как лошади, несмотря на наличие прочих источников питьевой воды, отдают предпочтение одному из них. Так, отряд во главе с Измаил Бея Тажуковым, доктором Гаасом и казаками гарнизона отправился за треверсты от поста к тому самому месту, где лошади предпочитали утолять жажду. Местность была безлюдная, труднопроходимая и несколько заболоченная, благодаря слиянию рек Бугунта и Подкомок. Наконец отряд вышел по лошадинам следам к реке Киеслуша, отчасти образованной именно минеральными ключами. В долине ручья Гаас обнаружил два небольших колодца, на дне которых и пробивались целебные источники. Колодца эти позже станут родоначальниками знаменитых ясентуков, а находились они на месте будущего Гаоза Пономаревского павильона, также их именуют бюветами. Доктор Гаас сразу же составил подробное описание этих минеральных вод. Однако, как ни странно, ясентукские источники очень долгое время оставались на задворках и не привлекали особого внимания. Долгие годы только гарнизонные лошадки да ясентукские казаки наслаждались в будущем легендарными водами. То ли доктор Гаас был слишком очарован железноводскими источниками, а ясентукские посчитал незначительными, то ли бурное развитие кавминвод затмило отдельные их жемчужины. Есентукская станица. Однако и в этот раз ясентуки рисковали остаться незамеченными. Наконец, в 1825 году, 15 марта легендарный генерал Алексей Петрович Ермолов приказал возвести в 3,5 верстах северо-восточнее уже расформированного ясентукского поста на реке Бугунти казачью станицу. Стоит отметить, что это решение генерал принял еще в 1821 году, регулярно рапортуя в столицу с просьбой разрешить основание новой станицы. Для этой цели отрядили несколько сотен казачьих семей волжских, волжских, казаков, которые и должны были стать первыми местными жителями. Вот какие цифры переселенцев приводят в своем труде терские казаки со стародавних времен. Гребенское войско генерал-лейтенант и историк Иван Диамидович Папка. Из Александровской станицы выведено было в 1825 году 385 семейств. Из этого числа 100 семей поселились на подкомке, у крепости Кисловатской, где образовалась станица Кисловатская. 50 семей положили начало станицы Бургустанской. И 235 семей основали на реке Бугунты станицу Ясентокскую. Центр станицы располагался в полутора километрах от устья реки Бугунта на правом ее берегу. Там же казаки в том же 1825 году заложили станичную церковь святого Николая Чудотворца, спроектированную Иосифом Карловичем Бернардацей первым архитектором Пятигорска и Кисловодска. При храме была открыта церковно-приходская школа, библиотека и архив. Там же вскоре было принято хранить мемориальные доски с именами казаков особо отличившихся в русско-турецкой войне 1877-1878 годов и русско-японской войне 1904-05 годов. Церковь не закрывалась даже в советское время и является действующей и сейчас. Но как же минеральные источники? Увы, они так и оставались обойденными лечебными маршрутами. Однако, первые целебные ванны все же были устроены казаками. Не имея медицинского образования, но умудренные житейским опытом, казаки быстро вырыли купальни и обустроили их, что называется, как могли. Станичники, конечно, не только купались в минеральной воде, но и пили ее. Тем не менее, слухи о казачьих минеральных водах продолжали распространяться по краю, поэтому к есентукской станице потянулись больные. Для них станичники привозили воду в бочках, при этом не делая большого различия между различными источниками. По сему большой пользы без какой-либо систематичности такое лечение не имело. Развитию будущего курорта мешала и обстановка практически при фронтовой полосы. В 1831 году на есентукскую станицу мятежные горцы совершили грабительское нападение, которое вылилось в настоящий бой. При этом врачи, исследовавшие есентуки, такие, как Федор Петрович Конрадий, главврач КМВ с 1822 года, или доктор Карл Норман, продолжают указывать на несомненную перспективность есентуков, соседствующую в тот момент с тотальной неустроенностью. Обороняющийся курорт. Наконец, в 1839 году штаб войск Кавказской линии с разрешения высокого столичного начальства приступает к работе по благоустройству есентуков. Казаки начали строительство ванн на щелочных есентукских источниках. Таким образом, полковое правление Волгского полка свело несколько источников в один бассейн и установило недалеко от нынешнего бювета Гаоза Пономаревского источника деревянную купальню с подогревом воды при помощи самовара. Эта система была уже опробована в Кисловодске и Железноводске. Наконец, в 1841 году возводят первые каменные бассейны, но уже в 1843 году мятежные горцы организуют одну из последних масштабных вылазок не просто с военными целями и желанием банального грабежа, а с варварской целью пресечь развитие минеральных вод Кавказа. 3000 бойцов пересекли Кавказскую линию и ринулись вглубь кавказских владений империи. Несмотря на крупные силы неприятеля, казаки вовремя преградили дорогу горцам и не допустили их до разорения набиравших известность курортов. Вскоре после начала вылазки противник был оттеснен западнее Сентуков к станице Бекешевской, а после рассеян по горам. В 1846 году кавменводы передаются от медицинского департамента введения кавказского наместника, генерала и князя Михаила Воронцова. Наместник сразу же засучил рукава на Ниве курортного развития. В том же году он поручил казакам начать активное строительство с целью облагородить территорию вокруг источников, но уже в сентябре управление непосредственно есентукскими источниками переходит Пятигорской строительной комиссии, что вызывает оправданное возмущение казаков, проливавших кровь за эту землю. Несмотря на несправедливость решения, оно позитивно сказалось на развитии исцентуков. Этикетки первых бутылок минеральной воды. Уже в 1847 начинается строительство галереи 17-го источника, архитектурный проект Самуила Уптона, знакового для исцентуков архитектора, который функционирует и сейчас. Несколько позже закладывается курортный парк, строится гостиница, и вскоре князь Воронцов добивается поставок минеральной воды в бутылках в другие города империи. Легенда по имени Ясентуки начинает дышать полной грудью, но это уже иная веха в истории некогда фронтового города. Субтитры создавал DimaTorzok